Я хочу сказать вам, где именно тот отрывок из Горгия, которому я отцовывал вас ранее. Да, да, да. Ну, тут, видите, я запомнил, как конфеты, но тут не врач и производитель сладостей, а врач и повар. Ну, и диетазы, и дети тут тоже есть. Это 360 Горгий, 363 Д, 365 А. Ну, собственно, заканчивается фраза примерно «За врачебным искусством укрывалось поварское дело». И прикидывается, будто знает, лучшие для тела кушания. Так что, если бы пришлось повару и врачу спорить, кто из них знает, двоих знает толк в полезных и вредных кушаниях, а спор бы их решали дети или столь же безрассудные взрослые, то врач бы умер с голоду. Хорошо, давайте будем продолжать с того момента, где остановились. А я сказала, протагор, я на виду человека забывчивый, когда со мной говорят пространно, забывая о чем речь. Итак, Сократ начинает, Сократ понимает, что если протагор произносит длинные речи, то толпа, то есть большинство присутствующих оказывается на его стороне. И протагору нельзя давать, следовательно, произносить длинные речи. Сократ начинает спрос со лжи, естественно, со лжи о своей забывчивости. Мы знаем, я уже приводил вам примеры того, что Сократ ничего не забывает. Помните пример из Мениксена? Если бы я забыл речь о спазе, она бы меня побила. Хорошо. И плюс мы потом еще скажем. Да, да, да. Прямо внутри диалога, конечно, анкевиат расскажет всем эту вещь. Вот случись мне быть другим на ухо, ты бы видишь, с чего нужно, собираясь со мной разговаривать громко, громче произносить слова, чем когда говоришь с другими. Так и теперь, и мне делать с человеком забывчивым, ты расчленяй для меня ответ и делай их покороче, чтобы я мог с тобой следить. Что делает Сократ одновременно? Сократ просит о снисходительности со стороны Протагора, и значит Сократ говорит Протагору, мы неравны. Помните, Протагор только что почувствовал, что они равны. Перешел в боевой режим и произнес длинную речь, которая, естественно, захватила всех слушающих. Сократу нужно вернуть Протагора обратно в режим снисхождения, чтобы с помощью диалектики ввести его туда, куда нужно. Но как же прикажешь мне отвечать тебе кратко, короче, чем нужно? Нет, как же ты прикажешь отвечать тебе кратко, короче, чем нужно? Никаким образом сказал я. Значит, так, как нужно. Да. Ты хочешь, чтобы я сократил размеры своего ответа, сократив его смысл, сократив суть? Сократ, говорит, никоим образом. Значит, ты хочешь, чтобы я не сокращал его суть, а говорил все так, как нужно, то есть длинными речами. Да. А насколько кратко я буду тебе отвечать? Насколько мне кажется нужным или насколько тебе? Я слышал, сказал я, что ты сам умеешь и другого можешь научить говорить об этом и том же. По желанию. Либо так длинно, чтобы речи твоей не от конца, либо так коротко, что никто не призорьет тебя в кратко. Достаточно. Первое. Сократ снова льстит протогору. Но как еще привести его на свою сторону? И второе. Это лесть довольно забавная. Я слышал. Это слух. Не ты учишь говорить и так, и так, а я слышал, что ты учишь говорить и так, и так. То есть это слух, но как бы ненастоящий. И после этого... К чему апелляция идет? К раките. Нет. Что Сократ стимулирует в протогории-то такими речами? Чеславие, конечно. Чеславие и стыд. Чеславие и его противоположный стыд являются слабыми точками. Человеком чеславным можно управлять с помощью лести и с помощью стыда. Может быть такое, что Сократ слышал в том смысле, что это слух, а в отличие от первой встречи? От него самого? Да. Тогда это ничем не подтвержденное утверждение. Нет, нет, нет. Идея в том, что Сократ не говорит, что протогор так может. В этом смысле протогор должен доказать, что может. То есть это как бы... Я слышал, ты так можешь. Можешь? Да, и надо еще доказывать, что можешь. Если хочешь со мной беседовать, применяй второй способ. Немногословие. Сократ сказал протогор. Я уже со многими людьми состязался в речах. Но если бы я поступал так, как ты требуешь, и беседовал бы так, как мне прикажет противник, и никого не превзошел бы столь явно и имени протогора, мне было бы меж эллин. Меж эллинами. Протогор понимает проблему. Во-первых, протогор хорош не по отношению к другим. Он хорош по отношению к себе. Настолько хорош по отношению к себе, что готов пожертвовать половиной репутации умелого оратора, лишь бы только не говорить с Сократом. Если бы я поступал так... То есть протогор признает Сократа своим противником. Если бы я поступал так, как не велят противники, то есть, например, бы участвовал в боксерском матче, с завязанными за спиной руками, то я бы никогда не победил. Это очевидно. А я... Ведь я понял, что ему самому не понравились его прежние ответы, и что по доброй воле он не станет беседовать, если ему придется отвечать на вопросы. Я решил, что это уж не мое дело присутствовать при выбеседах и сказать. Да, по доброй воле второй раз он на это не попадется. И потому Сократ прибегает к хитрости. Но ведь я не настаиваю протогор на том, чтобы наши беседы в славу прикид твоим правилам. Если бы ты захотел вести беседу так, чтобы я мог за тобой следить, тогда я стал бы ее поддерживать. Про тебя говорят, да и сам ты утверждаешь, что ты способен беседовать и пространно, и кратко. Вот теперь не только говорят, но и утверждаешь. Ведь ты мудрец. Я же в этих длинных речах бессилен, хотя желал бы их им быть способным. Но ты силен и в том, и в другом, и должен был нам уступить. Что наша беседа продолжала. Однако ты не хочешь, а у меня есть кое-какие дела, и я не могу оставаться, пока ты растягиваешь свои длинные речи. Помните, кое-какие дела. И мы знаем, и друг, и товарищ, что это ложь. Никаких дел у Сократа нет. Я должна отсюда уйти и ухожу. Хотя, пожалуй, не без удовольствия послушал бы все твои речи. Достаточно. Сократ, уходя, заставляет Протагора продолжить беседу. Но ведь угроза уйти, это угроза не для Протагора. Протагор как раз и хочет закончить беседу. Это угроза для кого? Для всех остальных. Ну, в частности, пока что. Вы увидите, что не только один алкевиат выступит в защиту продолжения речи этой беседы. Таким образом, ведя себя умеренно, то есть стремясь закончить разговор, Протагор оказывается несправедлив по отношению к другим. Видите? Не словом, а именно делом. Более того, справедливостью здесь оказывается уважение к мнению других, к общему благу. Протагор не уважает общее благо, предпочитая ему умереть. Помните, он ведь говорил уже ранее, что умеренность иногда требует несправедливых поступков. И это та умеренность, которая требует несправедливости. Несправедливости по отношению к коллективу. С этими словами я встал как бы уходя. И здесь Сократ показывает другу, в отличие от прошлой своей фразы, показывает товарищу, простите, что он не собирается уходить. Как бы уходя. Но только что я встал, Калин схватил мне за руку своей правой рукой, и левую хватился на мой потертый плащ и сказал. Остановимся. Мой потертый плащ. Помните пир? На пир Сократ приходит приодетый. К Протагору он приходит в своей обычной одежде. Но это еще одно противопоставление пира и Протагора. Нас это не очень интересует. Нас интересует другое, что формально Сократ только что сообщил товарищу и всем остальным, что он готов пожертвовать Гиппократом. Ведь если он уйдет, Гиппократ останется на растерзании Протагору. Цель этого диалога – не защитить Гиппократа, не спасти Гиппократа, не уберечь Гиппократа от софистов. Гиппократ – это разменная монета, как раз таки, в данном диалоге. Что же говорит Калий? Не пустим тебя. Смотрите, во множественном числе мы, коллектив, не пустим тебя. Калий думает не о себе. Калий думает о справедливости. Справедливость требует, то есть благо всех требует, чтобы Сократ остался. Почему благо всех требует? Потому что речь идет об интересном и полезном для всех разговоре. О том, являются ли добродетели едиными, или они множественны. Потому что если добродетели едины, то, очевидно, каждый из присутствующих так или иначе может сказать, что добродетельный человек. И наоборот. То есть каждый может выступить бенефициаром этого знания. Если знание – это добродетель, знание – это польза, следовательно, каждый, кто обладает знанием, оказывается в выигрыше. Если ты уйдешь, не та уж у нас будет беседа. У нас, опять же. Прошу тебя, останься с нами. Для меня нет ничего приятнее, чем слушать твою беседу с Портагором. Сделай нам всем удовольствие. И вот здесь, видите, Калий говорит, что и для него он отделяет себя от всех. Нам всем, опять же, да? Но мне, для меня нет ничего приятнее. Речь о чем? В геронизме. В геронизме, конечно. Калий говорит, останься. Но это ведь уже не справедливость, правильно? Речь ведь не о пользе, речь о приятном. Останься, потому что я, мне приятнее, и я считаю, что нам всем будет от этого удовольствие. Я и сказал, хоть уже был и встал, чтобы уйти. Сын Гиппоника, ты всегда мне был приятен в свою любовь и к мудрости. Я и теперь хвалю тебя и люблю, так что хотел бы сделать тебе удовольствие, если бы ты просил у меня возможным. Достаточно пока что. Остановитесь, пожалуйста. Итак, Сократ собирается уйти. Я уже встал, я уже было встал, чтобы уйти. Что Сократ показывает, если Калий вынужден просить его быть справедливым? Не совершать несправедливость. Не-не-не, что Сократ делает-то? Что Сократ совершает? Несправедливость. Конечно, Сократ несправедлив. Но он не несправедлив, он притворяется несправедливым. Он станет несправедливым, если Калий не заступится за него, и он уйдет. Тогда они с Протагором оба окажутся несправедливыми. Но так как это уловка работает, Сократ оказывается справедливым. Он остается ради общего блага. А Протагор несправедливый? Ну, то есть Сократ хочет закончить Сократ, значит он несправедливый? Да, да, да. Сократ тоже хочет, но он делает вид, что хочет. Ты всегда мне был приятен своей любовью к мудрости? Ну, философией. Ты всегда мне был приятен своей философией. Что за философия у Калия? Гидонизм. Конечно. Я теперь хвалю тебя и люблю так, что хотел бы сделать тебе удовольствие. И снова, я тебя люблю и хвалю за то, что ты любишь мудрость. Я люблю тебя за то, что ты любишь мудрость. Но твоя мудрость состоит в удовольствии. Поэтому я готов сделать тебе удовольствие. Доставить тебе удовольствие. Если бы ты просил у меня возможного. Но сейчас это все равно, что просить меня следует догонку за Крессоном. Имириться бегуном в расцвете сил. Или состязаться с кем-нибудь из участников большого пробега. А то и с гонцами, и не отставать от них. Я бы тебе сказал, что сам к тебе предъявляю еще гораздо более высокие требования. И хотел бы поспевать за ними в беге. Да только не могу. Но если уже вам непременно хочется видеть, как я бегу на говногу с Крессоном, то ты проси его приноравляться ко мне. Потому что я там скоро бежать не могу, а он медленно может. Достаточно. То есть из гонки, из соревнования Сократ просит сделать не гонку, не соревнование. Точно так же, если ты желаешь слушать меня и про Тогора, то проси его, чтобы он и теперь отвечал мне так же кратко и прямо на вопрос, как сначала. Если же он не хочет, что это будет за способ вести беседу? Я, по крайней мере, полагал, что взаимные общения. В беседе это одно, а публичное выступление совсем другое. Итак, Сократ силен в диалогах. Протогорд силен в длинных речах. Это состязание. Что просит сделать Сократ? Состязаться на его условия. Да. Сократ не просит сделать их условия равными. Сократ просит, чтобы Протогор связал руки за спиной. Иными словами, Сократ просит несправедливости. Но видишь ли, Сократ сказал Калий, кажется, Протогор прав, считая, что ему разрешается разговаривать, как он хочет, а тебе, как ты хочешь. Протогор справедлив, а Сократ несправедлив. Протогоры Сократ не равны. А равные права, а не только для равных. В этом будет состоять справедливость. Сильнейшие не должны уступать слабому. И это понятно. Это тоже справедливость. И Калий это прекрасно понимает. Чем оправдана несправедливость Сократа? В точке зрения товарища. Что он уходит и... Нет, 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 нет. Несправедливость в смысле попытка заставить Протогор отзраться с завязанными руками. А тогда у Сократа будет преимущество? Ну, нет. Ну, это понятно. Чем оправдана эта несправедливость в глазах товарища? Сократ не может... Не, 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 не. А? Не, не, не. Забота о Гиппократе. Он пытается совершить несправедливый поступок. Заставить Протогора быть слабее, чем он сам. Потому что он заботится о Гиппократе. Защищает бедного юношу. Но мы-то знаем, что это не так. Потому что он только что сообщил, что собирается уйти. По-настоящему уйти. Таким образом, в глазах товарища Сократ совершает несправедливый поступок во имя справедливости. В то время как защитник справедливости Калий совершает несправедливый поступок, заставляя Сократа и Протогора сражаться на равных. Тут вмешался Алкивиад. Нехорошо, ты говоришь, Калий. Сократ ведь признается, что не умеет вести длинные речи и уступает в этом Протогору. Достаточно. Что сделал? Тут вмешался Алкивиад. И Алкивиад вмешается успешно. Таким образом, попытка уйти на самом деле – провокация Алкивиада. Сократ хочет заставить Алкивиада, спровоцировать Алкивиада, спровоцировать, продолжить беседу, заставить остальных продолжить беседу. Сократ не заставляет Протогора лично. Сократ заставляет Алкивиада заставить Протогора. И это будет не единственный такой ход. Почему Сократ знает, что алкевиат вмешается? Или рассчитывает, что алкевиат вмешается? Потому что Сократ знает о качествах алкевиата. Алкевиат первый из 110 акций. Я думаю, что мы читать не будем. Нет времени. И что же говорит алкевиат? Нехорошо, ты говоришь, Калий. Сократ признается, что не имеет вести длинной речи. И уступает в этом протогору. Что же касается витения беседы и умения задавать вопросы и отвечать на них, то я бы удивился, если бы он в этом хоть кому-нибудь уступил. Если бы и протогор признал это, что он слабее Сократа, умение вести беседу, Сократу этому было бы довольным. Вот. Алкевиат говорит, нет, ты неправильно говоришь. Если протогор скажет, что он не умеет в короткие речи, тогда пусть один из них говорит коротко, а второй длинно. Но почему протогор не может сказать, что он не умеет? А? Конечно, конечно. Тогда какой же он учитель длинных и коротких речей, если он не умеет в короткие речи? Сократу все равно. Сократ не берет денег, у него нет никакой ответственности, нет никакой слабы. У протогора есть. И потому у протогора нет выхода. Они с Сократом окажутся на равных, когда оба будут задавать короткие вопросы и отвечать на них короткими ответами. Но раз протогор этого не признает, пусть он беседует, спрашивая и отвечая, а не произносит в ответ на каждый вопрос длиннейшую речь, отрекаясь от своих утверждений и желая их обосновывать. Так распространяется, что большинство слушателей забывает даже, в чем состоял вопрос. Впрочем, со Сократа я ручаюсь. Он-то не забудет. Это он же у тебя говорит, будто забывчик. Что же говорит нам Алкивиад? Алкивиад говорит, что Сократ лжет. Справедливость здесь и сейчас не есть равенства. Кроме того, Алкивиад тоже не забыл, о чем говорит протогор. Он тоже не очарован его речами. Он знает, что протогор готов отдать половину собственной славы оратора, искусственного оратора, лишь бы только не потерять ее всю, проиграв Сократу. Алкивиад же хочет, чтобы протогор и Сократ сражались на равных. Впрочем, к кому обращается Алкивиад? К Алкивиад. Нет, он сказал, что Калий не прав. А к кому он обращается в целом? К протогор. Ко всем. Он обращается ко всем. Это будет важно. Калий обращается лично к Сократу. Сократ, не уходи. Алкивиад обращается ко всем. Сократ нас обманывает. Он ушел. Его память никогда не подводит. И так далее, и так далее, и так далее. И после него выступит Критий. Критий обратится к другой категории людей. Прошу. А он-то не забудет. Это он щутя говорит, будто забудет. Итак, щутя говорит. И, соответственно, что мы фиксируем? Ну, это понятно. Нет. Иронию. Иронию. И это значит, что ирония не является методом обучения. Ирония нужна для чего-то другого. В данном случае ирония нужна для того, чтобы уйти от последствий. Я это не серьезно. Я шутил. То есть ложь, сказанная с иронией, не является ложью. Потому что ее цель не обмануть. Ее цель подшутить и издевнуться. Итак, мне кажется, что Сократ прав. Нужно, чтобы каждый показал, почему он склонен. После Алкивиада, сколько помнится, взял слово Критий. Насколько я помню, взял слово Критий. Эта пометка важная. Но ее важность сложно понять. Поэтому я обращаю на нее ваше внимание. Но не буду ее расшифровывать. Следующий за Алкивиадом выступает Критий. Смотрите, Сократ умудрился соблазнить к выступлению и Алкивиада, и Крития. Тех самых людей, которые пришли вслед за ним в дом Калия. К кому же обращается Критий? К мудрецам, к знающим людям. Калий обращается к Сократу. Алкивиада обращается ко всем. Критий обращается к специалистам, к знающим. Кто в центре? Алкивиад. Почему? Из трех молодых людей, говорящих нам о том, что беседа должна продолжиться. В центре Алкивиад. Справедливость здесь выступает как уравнивание, как компромисс. В то время как Критий выступает как человек умеренный. Родик Египет. Калий, мне кажется, на стороне Протагора. Алкивиад же всегда стремится настоять на своем. Смотрите, Критий не говорит, что Алкивиад на стороне Сократа. Нам не следует никому примыкать ни к Сократу, ни к Протагору. Но сообща просить обоих, чтобы они не прерывали беседу на сей день. Достаточно. Критий из них самый умеренный и самый разумный. Он не выступает на чьей стороне, он выступает на стороне специалистов. Протик Египет. Нам втроем надо решить, как быть с этой беседой, дабы она не заканчивалась. Не выступив на стороне одного, не выступив на стороне другого. Из диалога Хармит мы узнаем, что единственный из окружения Сократа, описанного Платоном, кто должен был стать философом, это Критий. Потому что, возвращаясь из поражения под Патидеей, Сократ говорит, я хочу узнать, как дела в Афинах с философией. И разговор, весь этот разговор о том, как дела в Афинах с философией, это разговор с Критием. И более того, оказывается, что в философии дела обстоят плохо. Потому что, как вы помните, Хармит это единственный диалог, где Сократ дважды ругает одного и того же человека. То есть он выходит из себя и говорит, ах ты глупец. Критий должен был стать философом, но кем он стал? Одним из тридцати тиранов. Тридцать тиранов, в смысле тридцать знающих. Критий пошел за Сократом, в смысле его идеи о том, что знающий и должен быть, то есть обладающий политическим искусством и должен быть царем философом. Но именно это сделало Крития неквалифицированным. Доказало тот факт, что Крития неквалифицированная. На эти слова отвечал прорис. Оба мудреца, оба софиста, к которым обращаются Критий, послушают его и оба предложат свои способы решения проблемы. Прекрасно, по-моему, говоришь ты Критий. Прекрасно не говорит ни алкивиант, ни калий. Прекрасно говорит только Критий. Ну и, естественно, мудрец, которому говорит, о, уважаемый мудрец, разреши нашу проблему, естественно, будет рад разрешить эту проблему и похвалить того, кто обратился к нему за разрешением этой проблемы. Тем, кому случается присутствовать при таких обсуждениях, нужно быть для обоих собеседников общими, но не безразличными слушателями. Ведь это не одно и то же. Слушать следует их сообща, но оценивать надо по-разному. Более мудрого надо оценить больше, а не умелого меньше. Я тоже про таборы, Сократ. Прошу вас уступить друг другу. Можно спорить о таких вопросах, но не ссориться. Спорят ведь и друзья, которые хорошо относятся друг к другу, а ссорятся противники и враги. Так-то и вышло бы у вас. У нас великолепная беседа. И вы, собеседники, заслужили бы от нас, слушателей, величайшее одобрение. Но не восхваление. Одобрение возникает в душах слушателей искренне, без лицемерия. Ну, восхваление – это результат победы. Это понятно, да? Мы хвалим того, кто победил. Нет победы – нет и восхваления. Одобрение есть, а восхваление нет. Но дело не в этом. Критик говорит интересную вещь, очень простую. Прошу прощения, Продик говорит интересную вещь, абсолютно простую. Продик находится выше, морально выше, чем Сократ и Протагор. Поэтому он может судить Сократа и Протагора. Одобрение возникает. А в душах слушателей искренне, без лицемерии. Словесное же восхваление часто бывает лживым и противоречит полиному мнению людей. С другой стороны, и мы, слушатели, получили бы таким образом величайшую радость, но не наслаждение. Радоваться, ведь свойственно познающему что-нибудь и преобщающемуся к радости с помощью мысли. Наслаждаться же тому, кто что-нибудь ест или испытывает другое телесное удовольствие. Чувствуете, как Продик работает с грамматикой? Одобрение, но не восхваление. Радость, но не наслаждение. Это разные вещи. И дальше пояснение, что означает одно, что означает другое. Продик не гедонист. Эти слова Продика были приняты многими с величайшим одобрением. Многими, но не всеми. Почему? Потому что есть гедонисты. Нет, они практически все гедонисты. Кое-кому не понравилось это. Кому? Кто из них чеславный, кто хочет восхвалить и просто так речь. Ну и кто это? Продокод, в частности, да, конечно. После Продика выступил Египет. Итак, давайте перед тем, как дождемся решения Египет, что же предлагает Продик-то? Уступить друг другу, не ссориться. Ваши полюбивости? Ваши фразы. Еще раз давайте прочтем, не прерываясь, этот адрес. Прекрасно, по-моему, говоришь ты, Критий. Тем, кому случается присутствие, при каких обсуждениях, нужно быть для обоих собеседников общими, но не безразличными слушателями. Ведь это не одно и то же. Слушать следует их сообща, но оценивать надо по-разному. Более мудрого надо оценить больше, а не милого меньше. Я тоже, Продогор и Сокраль, прошу вас уступить друг другу. Можно спорить о таких вопросах, но не ссориться. Спорят ведь и друзья, которые хорошо относятся друг к другу, а ссорятся противники и враги. Так-то и вышла бы у нас великолепная беседа, и вы, собеседники, заслужили бы одна слушатель, величайшее одобрение, но не восхваление. Одобрение возникает в душах слушателей искренне, без лицемерия. Словесное же восхваление часто бывает лжимом и противоречит подлинному мнению людей. С другой стороны, и мы, слушатели, получили бы таким образом величайшую радость, но не наслаждение. Радоваться ведь, свойственно познающему что-нибудь и приобщающемуся к радости с помощью мысли, наслаждаться же тому, кто что-нибудь ест и испытывает другое телесное удовольствие. Итак, еще раз, что Фродик призывает сделать? Сократа и Протогора? Ну, чтобы продолжить беседу. Нет, уступить друг другу. Они оба должны уступить друг другу. Что это значит? Каких уступок требует Сократ? Чтобы... Чтобы Протогор? А каких уступок требует Протогор? Никаких. Он хочет завершить этот разговор. Фродику кажется, что справедливость состоит в том, чтобы они уступили друг другу. Но это недостижимо, потому что Протогор ничего не хочет от Сократа. Или именно с вами давайте по-другому сформулируем. Чего хочет Протогор? Протогор хочет продолжать отвечать за неволичами. Сократ хочет, чтобы он перестал, Протогор хочет продолжать. Как они могут уступить друг другу? Завершить беседу. Нет, завершить беседу – это как раз таки то, чего все пытаются избежать. Но он же говорит, чтобы продолжить беседу, Они должны выступить за другом Говорит средний Говорит средний, длинный Да, хорошее предположение Смотрите-ка И протокол должен говорить средние речи И Сократ должен говорить средние речи А как будет такая речь быть? Ну так, что явно длиннее Чем короткая И короче, чем длинная То есть явно длиннее одного предложения Как привык Сократ И явно короче, чем четыре страницы Как предлагает протокол Но вот эта речь Продика сейчас ее можно назвать средней? Ее вполне можно назвать средней, она точно не короткая и точно не длинная Но заметьте, Продик сказал совсем чуть-чуть, а все остальное было разделение слов Эти слова Продика были приняты многими с величайшим одобрением Итак, Продик говорит, что справедливость состоит во взаимных уступках Но мы уже понимаем, что существуют такие ситуации, в которых взаимные уступки невозможны И потому справедливость иногда просто недостижима После Продика выступил Гиппи Мудрец Заметьте, Продик назван Мудрым, Гиппи назван, а что же предлагает Гиппи? Люди, собравшиеся здесь, я считаю, что вы все тут родственники, свойственники и сограждане По природе, а не по закону, ведь подобное родственно подобному в природе Закон же властью надрить не принуждает ко многому, что противно природе Достаточно О чем говорит Гиппи Мудрец, раз он мудрец? Кому он обращается, раз он обращается к родственникам, свойственникам? Не Он специально назван мудрецом Кому он обращается? К мудрецам Мудрецы формируют естественный город Не искусственный Где все объединены законами А естественный И они помогают друг другу, а не остальным Помните простое определение справедливости в первой книге государства? Да, конечно Добро друзьям, зло врагам Друзья это только мудрецы И потому мудрецы должны быть добры по отношению только друг к другу А ко всем остальным они должны быть злые Так стыдно было бы нам, ведущим природу вещей Мудрейшим и зеленым Именно поэтому сошедшимся теперь здесь В этом сосредоточении линской мудрости Но заметьте, в чем красота Гиппи? Кому он обращается? Не в смысле, как он называет этих людей А в смысле аудитории? Ну кому он обращается-то? Нет, подождите Так стыдно было бы нам, ведущим природу вещей Кому он обращается? Ко всем Люди, собравшиеся здесь Я считаю, что вы все тут родственники Свойственники и сограждане Иными словами, он льстит всем Мы, греки, ведаем природу вещей Причем даже не мы, греки А мы узкая прослойка мудрый грек Именно поэтому сошедшимся теперь здесь В этом сосредоточении линской мудрости Величайшем и благополучнейшем доме этого города Я слышу уже ухмылку в ваших словах, естественно, да Но заметьте, мудрецы, конечно, только греки Барбары не мудрецы Сырно было бы нам не высказать ничего достойного такой чести Но спорить друг с другом подобно самым непчемным людям Так вот, я прошу вас и советую вам, протагоры Сократ Чтобы вы, приняв нас в посредники, сошлись под нашим руководством на середине пути Гиппи тоже предлагает компромисс Но это не просто компромисс Тебе, Сократ, не надо, если это неприятно протагору, стремиться к такому виду беседы Который ограничен срезмерной градостью Опусти и ослать позже ремой Чтобы они явились перед нами в великолепном и богообразном обличье Протагору же, в свою очередь, не надо натягивать все канаты И пускаться с попутным ветром в открытое море речей Потеряв из виду земли Обоим вам надо держаться какой-то середины Так вы и делаете Послушайтесь меня Выберите себе судью, распорядителя и председателя Который наблюдал бы за соразмерностью ваших речей Достаточно Продик говорит Вы должны пойти навстречу друг другу Гиппий говорит Мы все здесь умные люди Вы должны пойти навстречу друг другу Но под руководством мудрейшего человека Кто этот мудрящий человек? Гиппий мудрец Конечно Он говорит Давайте Как и в любом другом состязании Мы сделаем судью И он тогда будет каждого из вас останавливать Что предлагает Гиппий? Гиппий предлагает достигнуть справедливости Путем появления беспрестрастного третьего Вы сейчас увидите Как Сократ выкинет эту идею в окно вместе с Гиппи И Гиппий обидится И до самого конца мы увидим Там все согласились Почти все согласились Большинство согласилось Вот единственный кто не будет соглашаться Это Гиппий Потому что он обидится Это понравилось присутствующим И последовало всеобщее одобрение Всеобщее одобрение Опять же смотрите Если это всеобщее одобрение Кого в нем нет? Сократ Сократа в нем нет Да Сократ сейчас попытается доказать Что правление мудрого невозможно То что Сократ доказывает словом Правление царей философа в государстве Сократ опровергает здесь же на деле Ну естественно Кто такой судья? Судья это тот кто знает больше чем все остальные И соответственно может управлять всеми остальными Человек который участвует в соревновании Ну протогор Сократ Не знает например когда остановиться А судья знает Или не знает когда продолжить А судья знает И поэтому он судья И следовательно поэтому он мудрее Но он мудрее поэтому он судья А я заявила что не отпустит меня И все стали просить выбрать распорядителя Тут я сказал что Стыдно было бы выбирать судью для речей Теперь смотрите Тут я сказал что стыдно Было бы выбирать судью для речей Неплохо Не бесполезно Стыдно Опять же Для кого это стыдно? Для Протогора. Для Протогора, конечно, Сократ пытается подставить Протогора. Заставить Протогора не согласиться. Потому что если Протогор согласится поставить над собой судью... Нет, нет, нет. Дело не в этом. Это понятно. Но он показывает это. Но если Протогор согласится, единственный, кто не согласится продолжить разговор, окажется Сократ. И всем станет понятно, что виновник не продолжения разговора не Протогород, а Сократ. Поэтому Сократ говорит, стыдно было бы иметь судью над собой. Если выбранный будет хуже нас, тогда не дело, чтобы худший руководил лучшими. Если же он одинаков с нами, это будет тоже неправильно, потому что одинаковый одинаково с нами будет и действовать. Так что нет, зачем мы выбирать. Быть может, вы выберете лучшего, чем мы? По правде-то, я думаю, невозможно вам выбрать кого-нибудь мудрее вот его, Протогорода. Достаточно. Итак, три выхода. Либо управляющий нами будет менее мудр, чем мы. Тогда все без толку. Либо он будет таким же мудрым, как мы, но тогда он ничем не отличается от нас, как он может нами управлять. То есть в ситуации равенства всех нас нельзя выбрать управителя. Заметьте, ведь демократия именно так и управляется. В ситуации равенства всех нас мы равно выбираем управителя. Сократ говорит, нет, это невозможно. Значит, он должен быть мудрее, чем мы. Заметьте, все это время Сократ говорит мы. Пока он не переходит наконец к важнейшему. Но тут нет никого мудрее Протогорода. И понятно, почему Протогород не согласится, что тут есть кто-то мудрее. Он ведь уже говорил, что чем в отцы горился. Насколько я помню. Если вы выберете нисколько не лучшего, а только объявите его таким, то снова выйдет обидно для Протогорода. То ему, словно человеку, никчемному, выбираете вы наставника. Остановитесь. Этого пока достаточно. Снова обидно. Да? И снова Протогороду. Потому что Сократ не может обижаться. Но идея следующая. Над мудрецами не может быть вождя. Над мудрецами не может быть судьи. Мудрые, как коллектив, в сами себе судьи. Мудрецы не уважают мнений немудрецов. Они заняты только собственным благом. Они умеренные. Ну, как мы видим, да? Они должны пойти на компромисс. Но они несправедливые, потому что они не думают об общем благе. Демократия здесь не работает. Хотя они как бы признают друг друга равными в собственной мудрости. То есть равенство вне знаний делает людей равными политически. Равенство в знании не делает или равенство в мудрости не делает людей равными политически. Не дает им возможности создавать политическое сообщество. В том смысле, в каком о нем говорил только что гиперимудрец. У нас свой собственный город, но этот город не может быть ни демократическим, ни антидемократическим. То есть управляться царем. В этом смысле политики нет внутри философии. Сократу важно показать, что политики нет внутри философии своему товарищу. Философия безопасна для города. Если политика есть внутри философии, философия опасна для города. И более того, если политика есть внутри философии, то получается, что философия – это что? Политика – это что? Нет. О чем говорит Сократ в апологии? Политика – это что? Грязное дело. Получается, что философия – это грязное дело, потому что мудрецы внутри философии борются друг с другом за лидерство, за то, кто наиболее умный, борются политическими средствами, то есть грязными средствами. Таким образом, мудрость оказывается полностью очернена и запятнана политикой. Внутри философии нет политики, значит, внутри философии нет ни равенства, превращающегося в политическое равенство, ни неравенства, превращающегося в политическое неравенство. Просто и понятная философия оказывается радикально неполитической. И с сообществом, из города мудрецов можно кого-то выкинуть, Но там внутри нет управления как такового вообще. Как только вы выкидываете человека из сообщества мудрецов, он оказывается в политическом сообществе. И там управление сколько угодно. Более того, это значит, в общем и целом, что внутри политического сообщества абсолютно спокойно может и должно существовать сообщество философов. Но только при этих условиях, о которых говорит Сократ. Заметьте, протокол ничего не говорит. Почему Сократ может позволить себе назвать протоколы мудрейшим? Потому что Сократ... Нет, я имею в виду... Сократ нам только что сказал, что внутри сообщества философов не может быть управителя, потому что там не может быть мудрейшего. Но протокол назван мудрейшим. Почему Сократ может позволить себе назвать протоколы мудрейшим? Чтобы выиграть протоколы? Нет, потому что они с протоколом спорят. и, соответственно, протокол не может быть судьей в собственном споре. — А, значит, он хочет выкинуть судьбу в принципе? — Да, конечно, конечно, конечно. Он показывает нам, что не может быть судьей в принципе, но надо же закрыть эту возможность. И для этого она закрывается утверждением о том, что мудрящий из присутствующих протоколов. — А если он называет протокол мудрящий? А в какой-то степени он не настраивается против себя окружающих, а человек говорит, что это с протоколом? — Нет, нет, напротив. Он улетит протоколов, продолжает улетит протоколов. Скорее он расстраивает гиппия, потому что гиппий мудрец собирался возглавить и стать судьей здесь. Помните, кто призывает гиппия и продика? Продика и гиппия призывают критий. Критий считает, что управление должно быть основано на знании, поэтому критий считает, что тот, кто знает больше, и может управлять теми, кто знает меньше. Поэтому продик и гиппий, приходящий вслед за критием, именно это. Но продик нет, а не пида утверждает, что сообщество философов может управляться изнутри. Короче. — Что касается меня, то мне все равно. — Ну понятно, у Сократа нет тщеславия, нет стыда, поэтому ему все равно. Или, по крайней мере, он делает вид, что ему все равно. Заметьте, протокол ничего не сказал по поводу того, может ли кто-то судить или нет. Только Сократ рассказывается против. — Ну вот как прошу вас делать, чтобы наши общения и беседы состоялись, как вы этого желаете. Если протокол не хочет отвечать, пусть он спрашивает, а я буду отвечать, вместе с тем попытаюсь ему показать, как, по моему мнению, это стоит делать. — То есть, что собирается Сократ сделать? Сократ? А? — Нет. — Но нет, он не просто поменяется, он собирается преподать протоколу урок в коротких речах. Понятно, почему в длинных учить протоколу уже нечему. Когда протокол произносит длинную речь, все с ним соглашаются. — Угу. — Когда же я отвечу на все вопросы, которые ему угодно будет задать, пусть он обещает не отвечать подобным же образом. Если же он не расположен и будет отвечать именно на заданный ему вопрос, тогда и я, и вы будем сообщать, и попросить, как вы просили меня, не портить беседы. Ради этого вовсе не требуется особого руководителя. Вы все будете руководить сообща. Достаточно. Вы все будете судьями. Но только для того, чтобы исполнить желание Сократа задавать короткие вопросы. Компромисс, к которому они пришли, я, протокол пусть задает мне вопросы, и я буду отвечать, а потом я буду задавать протоколу короткие вопросы, он должен будет коротко отвечать. Это никакой не компромисс. Потому что следить судьи должны будут не за Сократом, а только за протоколом. Сократ и есть самый мудрый, поэтому ему не нужен судья. Однако, вслед за Гиппием и у Гиппиена учившись, Сократ только что делает тот же фокус, который проводит и Гиппи. Если вы все судьи, значит, вы все какие? Мудры, естественно. Тем самым Сократ пытается получить всеобщее одобрение. Получает ли он его? Все решили, что так и следует сделать. Ну, очевидно, кроме протокола, все решили, что так и следует сделать. Сократ льстит толпе, и толпа его поддерживает. Точно так же, как только что Гиппи льстил толпе, и толпа его поддержала. А протокол, несмотря на то, что ему очень не хотелось, все-таки вынужден был согласиться задавать вопросы. И после того, как он их задаст, их довольно задаст, снова приводить их для основания, отвечая кратко и понимать. Достаточно. И это, то есть появление всеобщего судьи в виде толпы заставляет протокола подчиниться. Сократ победил, потому что он вынудил протокола отказаться от длинных речей. Протокол при этом не сказал ни слова. Сократ показывает нам, что протокол плохой учитель и плохой ритор, плохой оратор. Он не может даже о себе позаботиться и самому себе дать хороший совет. Он всегда хочет больше, чем может получить. Сократ же, наоборот, не хочет ничего и в этом смысле оказывается справедлив и одновременно оказывается мудр. По идее, мудрецы не должны подчиняться немудрым людям. Это логично. Но подчинившись немудрым людям, Сократ получает то, чего хочет. То есть, назвав всех мудрыми, Сократ заставляет протокола подчиниться. подчиняясь суждению всех, Сократ заставляет протокола подчиниться. Другое дело, что мы должны помнить, этот разговор все еще происходит внутри узкой прослойки людей, в доме калия. А значит, в городе так не пройдет. Скорее всего, этого не будет. Философ не сможет управлять городом, сделав нить, что он ему подчинился. В чем разница между текущей ситуацией и ситуацией с городом, помимо качества людей, присутствующих? В чем разница между философией и политикой? Фукидид вам тут должен дойти на помощь. Фукидид говорит только о политике. Из чего состоит политика по Фукидиду? Вся история Фукидида из чего состоит? Мы же делим ее на три части, я понимаю. Из слова и дела. Здесь и сейчас речь только о слове. Мудрецы между собой не совершают никаких действий. Они только болтают. В городе, в политике важно не только слово, важно еще и дело. Поэтому в городе такой прием не пройдет. Сократ пытается, будет пытаться нам доказать, что слово и дело совпадают, что знания и действия это одно и то же. То есть, если вы знаете, что такое мужество, то вы и есть мужественный. Мы знаем, что после войны, конечно, выходит, что это не совсем так. То есть, как только Сократ оказывается там, где надо что-то делать, он оказывается в полной катастрофе. Хорошо. Притакор начал спрашивать так. Думаю, я Сократ, что же еще? Ну, так, подождите, пожалуйста. Примерно так, конечно же. Почему примерно так? Потому что Притакор выступает поэтам. Кто такие поэты? Поэты это лжицы. Сначала Притакор говорил, что у древних ничего не получилось. Ни у Гумера, ни у Бесиода, ни у Симонида. Теперь же он к Симониду и бежит. Бежит под сей авторитета древних. Если поэты лжицы, а это очевидно так, почему поэты лжицы? Дело поэтов приукрашивает действительность. Приукрашение есть лжь. Но мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Платон идеализирует Сократа. Значит, он приукрашивает Сократа. Значит, он лжет. Платон это тоже поэт. Платон это тоже лжец. Когда сейчас Платогор приведет нам отрывы Касимонидо, Сократ окажется и сравнит его кое с кем с Питаком, если я не ошибаюсь. Сократ покажет нам, что как длинные речи неудовлетворительные, так и попытки интерпретировать поэтов являются неудовлетворительными, потому что они никуда не ведут. Интерпретация возможна любая, особенно если в ходе интерпретации вы допускаете ошибки. Но чем мы с вами занимаемся, как неинтерпретацией Платоновского произведения? Удовлетворительных методов обучения не существует, потому что знание является недоступным. Что остается нам в ситуации недоступности знания? Это понятно. Я имею в виду по отношению к методам обучения. Мы должны полностью отбросить все методы обучения. наиболее удобно для чего? Для получения знания? Для поиска знаний. Какой еще наиболее удобный метод для поиска знаний? С точки зрения Сократа? Диалектика правильно, поэтому Сократ не написал ни одной книжки, а с точки зрения Платона? Интерпретация. Но интерпретация, заметьте, это ведь не трактат, это диалог. Интерпретация диалога. То есть диалектики. Хорошо. То есть вы видите, чем дальше мы двигаемся, тем сложнее и сложнее оказывается чего-то достичь. Хорошо. Туртоголь начал примерно так. Думаю я, Сократ, что для человека хоть сколько-нибудь образованного. То есть думаю я, Сократ, уже важно, что думает он, и важно, что речь идет о минимуме образования, хоть сколько-нибудь образованного. Очень важно знать толп поэтик. Итак, минимум образования подразумевает знание поэзии. Ну, понятно, Гумер, Гесиот, Симонит, Идут, Спирензис. Это значит понимать сказанное поэтами, судить, что правильно в творениях, а что нет, и уметь разобрать это, дать объяснение, если кто спросит. Так вот, и теперь вопрос будет о том самом, о чем мы только что говорили, о добродетели, но мы перенесем его в область поэзии. То есть, смотрите, мы перенесем его в область поэзии откуда? Из области какой? Диалектика это метод. Из области философии. Значит, куда мы переносим его, если переносим из области философии в область поэзии? Я имею ввиду это повышение или понижение? Понижение. Мы перенесем этот вопрос вниз. Помните, что протагон не любит этих поэтов с древности. И обращение к ним это понижение вопроса. И одновременно, конечно, прикрытие, потому что протагону теперь не придется говорить от собственного имени. Только в этом одному будет разница. Итак, Симонит говорит, где-то обращаюсь к скопасу. Сыну Греон таки солится, что трудно стать человеком поистине недобрым, руки и ноги и ум, чтобы стройными были, без желания у меня никакого изъяна. Достаточно. Итак, что такое поэзия, к которой обращается протагон, как недлинная речь? Любое произведение искусства, поэтическое или прозаическое, является длинной речью. Весь этот диалог, на самом деле, длинная речь Платона. То есть протагон сбегает назад к длинным речам. Ты знаешь эту песню или привезти тебе ее всю? Да, вы чувствуете издевку вот здесь? Человек минимально образованный должен знать поэзию. Ты точно знаешь эту песню или привезти ее всю? А я ее знаю. Не нужно, я знаю эту песню, я ей не малость, не положу. Вот, Сократ говорит, в протагон он не везет. Сократ не просто знает эту песню, Сократ хорошо изучил эту песню на досуге. Это не значит, что если бы протагон выбрал другую песню, Сократ бы не повозился с ней до этого. Но с этой точно он повозился. Он мог все быть. Сократ? Да, но то, что он покажет дальше, покажет, что не совсем. Хорошо сказал протагон. Так как же тебе кажется, удачно это сказано и правильно или нет? Вполне правильно. Вполне правильно. Сократ уважает Симонина. Но мы увидим сейчас, что протагон приведет Симонина к противоречию. Противоречие является смертельным и для поэзии, и для знания в целом. Если вы выдаете противоречивое знание, то оно теряет возможность претендовать на такую высокую роль. Что же по-твоему хорошо, когда поэт сам себе противоречит? Нет, нехорошо. Присмотрись внимательно. Заметь, я согласен, что противоречие это катастрофа. Да я, дорогой мой, уже достаточно смотрел. Значит, ты знаешь, что дальше в этой песне он говорит вот что. Вовсе неладным сдается ни слова Питака, хоть его рек и мудрец. Мудрец добрым быть нелегко. Добрым быть нелегко. Итак, сравним два этих отрывка поэзии. Трудно стать человеком поистине добрым. И второе, я не согласен с тем, что добрым быть нелегко. специально для нас наш замечательный переводчик говорит нам, что в обоих случаях добрым, в первом случае агафос и во втором случае эсфорст, это разные вещи. Но угадайте с трех раз, определется ли к этому Сократ? Нет. Он определется к глаголу быть и глаголу стать. Трудно стать человеком поистине добрым. И добрым быть нелегко. Бытие и становление это разные философские категории, сейчас об этом поговорим. Дело другое, как вы видите, Сократ мог бы призраться к слову добрым, но не сделал этого. Тем самым показывая, что на самом деле возможно любая интерпретация. То есть он мог бы придраться к этому, мог бы придраться к тому, мог бы придраться вообще к чему угодно. Почему Сократа не удовлетворяет длинные речи? Он уже говорил нам, когда слушаешь оратора, все здорово, как только начинаешь задавать ему вопросы, то есть критически подходить к его речи, выясняется, что он ничего не может сказать, а только повторяет то, что говорил, либо вообще молчит. То же самое и с текстами, поэтическими текстами, вы не можете задать им никаких вопросов. А ваша попытка интерпретации оказывается такой же наполненной смыслом, как и любая другая попытка интерпретации. И снова причина простая, вы не можете спросить Симонида, а вот это вот доброе, агафос, то есть фос, это вот ты имел в виду одно и то же, или это все-таки разные вещи? И тогда приходится придираться к словам стать, быть и становиться, да, стать добрым или быть добрым. Ну, опять же, можно было бы спросить Симонида, а вот это стать добрым и быть добрым, это одно и то же, по-твоему, или это разные вещи? Но снова мы переходим, может быть, тогда диалектика является удовлетворительным, но мы видим, что нет, потому что точно так же, как можно провести любую интерпретацию, точно так же в диалектике, в разговоре можно выдвинуть любую линию, мы видим, что протагор каждый раз стоит перед выбором, и нам кажется, что он делает неправильный, но на самом-то деле любой выбор, который он делает, неправильный, если Сократ того хочет. Помните пример с добродетелями, как частями золота и частями лица? Если бы протагор сказал, они как части золота, нет никаких сомнений в том, что Сократ загнобил бы его за это другими вопросами, точно так же, как он загнобил его за выбор добродетелей как части лица. И опять же, остается ирония, но мы видим, что уже видим, уже начинаем видеть, что ирония не применяется в качестве метода обучения, она нужна для других вещей. Замечаешь, что тот же самый поэт говорит и это, и то, что раньше? Знаю. Как тебе кажется, это и то? Согласен ли ты с собой? Итак, первый раз Сократ говорит нам, что он что-то знает. Я знаю, что поэт написал и ту, и эту строчку. Но это же не то знание. Это не то знание, но это какое-то знание, согласитесь? И более того, это оказывается незнанием, потому что сейчас протагор покажет ему, что эта строчка и та строчка противоречат друг другу. А только что выше, простите, будьте любезны, заново, С. Чуть выше, чем С. Сначала. Хорошо, сказал протагор. Да как же тебе кажется, удачно это сказано и правильно, или нет? Вполне правильно. Что же по-твоему хорошо, когда поэт сам себе противоречит? Нет, не хорошо. Нет, не хорошо. Если протагор докажет, что поэт сам себе противоречит, то эта строчка окажется нехорошей. В этом смысле это окажется незнание. Мне это кажется именно так, отвечал я. Но признаюсь, я побаивался в то же время. Не скажите, протагор еще чего нет. Заметьте, что это обращено не к протагору, это обращено к товарищу. сократ боится. Потому что протагон все еще находится внутри своей собственной специальности. Ну а по-твоему, это не так? Так может казаться согласно самим собой тот, кто высказал об этом суждении, тот, кто сперва сам признал, что трудно человеку стать поэтом нехорошим, а немного спустя в том же стихотворении забывает это и порицает петак, утверждающим так же, как он, что человеку трудно быть хорошим. Симонит отказывается принять утверждение петака, который говорит то же самое, что и он. Раз он порицает того, кто говорит одно с ним, ясно, что он и себя самого порицает, так что либо первое, либо второе его утверждение верно. Итак, противоречие внутри одного и того же текста полностью убивает смысл сказанного и получается, что человек говорит ничего, потому что он одновременно говорит а и не а. Эти слова протагора вызвали у многих слушателей громкую похвалу. Заметьте, у многих, теперь уже не у всех, почему? Мы можем задаться вопросом, есть ли здесь любители симонида, потому что очевидно, что только любитель симонида, видя, что протагор унижает симонида, не стал бы хворить протагор. А у меня сперва, когда он это проговорил и прочее, а прочее зашумели, все закружилось в голове и потемнело в глаза, в том числе ударил меня здоровенный кулачный боец. Потом я, по правде говоря, чтобы выиграть время, я обдумаю, что собственно утверждает боец, обращаюсь к пройдику и взываю. Остановимся, дальше идет ирония. ирония нужна для того, чтобы выиграть время. И Сократ признается нам в этом, по правде говоря, чтобы выиграть время. Итак, что же Сократ делает? Сократ нарушает правила, которые они только что достигли с протагором, потому что он обращается к третьему. Господи, ведь Симонит твой земляк, ты обязан помогать ему. Земляк, в смысле согражданин, вы из одного города происходите. И, соответственно, патриотизм взывает к тому, что да, ты обязан справедливо, чтобы ты помог ему. А Симонит в этот момент времени делал бы еще с ним? Нет, он уже давно, да, уже давно, давно, это поэт древности. Ты обязан помогать ему. Я, кажется, призываю тебя так, как по словам Гомера с командой с ним Ахиллом призвал Симонит и говоря, брат мой, воздвинься, муж из всего совокупной с тобою мощь обустаянная. Достаточно. Это отсылка к чему? Это отсылка к Иляде. К Скамандор против Ахилла. Протагор и есть Ахилл. Помните гипер меньшего, да, что Ахилл против Одиссея? Ахилл честный, Одиссею вжец. Первое, второе, Скамандор это речной бог. Он зовет своего брата, другого речного бога, помочь ему победить Ахилла, потому что Ахилл вошел в состояние ярости и убивает уже всех налево-направо. Но эти речные боги вдвоем должны защитить Трою от Ахилла. В чем проблема здесь? Я призываю тебя так, как по словам Гомера, Скамандор, теснимый Ахиллом, призвал Симуэнта. Что происходит со Скамандором? Когда Скамандор начинает побеждать Ахилла? Хорошо, это Илиада, песня 21, строка 307. 307, хорошо, видите, я тоже нашел. Итак, Илиада у вас есть? Вы можете посмотреть, да. Но читать мы не будем. Скамандор гибнет, потому что боги видят, что он побеждает Ахилла, и тогда Гера призывает Гефеста убить Скамандора, и Гефест обрушивает на Скамандора огненный дождь. И, естественно, Симуэнт не приходит ему на помощь. Я призываю тебя так, как Скамандор призывает Симуэнта. То есть, призываю к чему? Ничего. Не помогай, конечно, конечно. Но главное, тебя призываю не я. Кто тебя призывает? Кто твой брат? Нет. Только что было сказано. Симонид твой земляк, Симонид твой брат, это он тебя призывает. И это значит в этой битве, в битве против Ахилла, против Протагора, кто обречен на смерть? Симонид. Симонидом будет пожертвована ради победы над Протагором. И будет пожертвована без особого вмешательства Продика. Одна цитата. И смотрите, сколько смысла в ее посыле. Ну, для тех, кто, естественно, знакомы с Ильиадой. Вот и я призываю, чтобы Протагор не разнес нам Симониду. Чтобы вызвали Симониду, требуется твое умение, посредством которого ты различаешь слова. Разнес, это же, что значит? Разнес, как кто? Как кто, что? Как Ахилл, что разнес Ахилл-то? Что уничтожил Ахилл? Ну, чего? Трою он уничтожил. Чтобы Протагор, как Ахилл, не уничтожил Трою. Что такое Троя? Троя – это греческое наследие. Гумер в общем и целом. Протагор выступает против греческого наследия. И за это, помните, в самом начале я против Гумера, Гесиода и Симонида. И за это он должен пасть. За это Продик и Сократ должны объединиться, потому что Протагор выступил против греков. И Протагор должен быть уничтожен. Но здесь решающий вопрос. А Сократ не выступил против греческого наследия. А Сократ недоволен поэтами. А из государства знаем, что недоволен и в идеальном государстве всем поэтам места нет. А есть только тем, которые будут одобрены государственной политикой. И это точно не Гумер, не Гесиод, не Симонид. По понятным причинам. Там боги враждуют друг к другу. Но здесь и сейчас Продик и Сократ должны объединиться. Помните, что это объединение шуточное, это ирония, издевка. Вот и я тебя призываю, чтобы протагон не разнес нам Симонид. Чтобы вызвали Симонид и требовать свое умение, подсредством которого ты различаешь слова хотеть и желать, то ни одно и то же. И которых могло тебе сегодня сказать так много прекрасного. Так много, как много? Продик сказал только одну ту самую речь, где он разделил три разных типа слов. А теперь посмотри, не кажется ли тебе то же, что и мне? Ведь я не думала, чтобы Симонид противоречил сам себе. Продик, выскажи сперва свое умение вот о чем. Считаешь ли ты, что стать и быть это одно и то же? Или это не одно и то же? Заметь ты, что это деление между бытием и становлением, решающее для высокой, того, что мы можем назвать высокой философией, то есть метафизики, антологии и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Для Сократа является каким? Для Сократа является шуточным. Это ирония, чтобы потянуть время. Деление бытия и становления нужно, чтобы потянуть время. Это не настоящая философия. Это обман. Может, так происходит? Да, 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 но Сократ специально нам показывает, а я, чтобы вы, по правде говоря, чтобы выиграть время и обдумать, собственно, что утверждает поэт, иными словами, вот это деление на бытие и становление, это деление необходимо для того, чтобы выиграть время, то есть не настоящее деление, фальшивое деление, ложное деление. Для всей остальной философии это будет критическое деление между бытием и становлением. Смотрите, в чем дело. Почему так получилось? Что так получилось? Ну, исторически почему так получилось? Никто не понял, есть и другие идеологии, где обсуждается та же самая проблема. В чем разница между бытием и становлением? Если мы признаем философию, вся философия до этого, и включая, в частности, метафизика, говорит о том, что бытие существует. Если бытие существует, то тот мир, в котором мы находимся, он какой? Он небытийный, он становящийся. Вы же видите, что все меняется. Этот стол разрушается, мы с вами здесь коллективно стареем, а я еще и глупею. Времена года сменяются. Если существует бытие, этот мир не настоящий, а настоящий мир это тот, где ничего не меняется. Какой это мир с точки зрения Сократа? Идеально. Ну, мир идей для христианина это рай. Это значит, что настоящий человек разумный должен стремиться туда, в мир, где бытие, и бежать отсюда в мир, где становление. Воскресенье, воскресенье? Да, суббота, 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 даже когда дышать не надо, никаких действий не надо совершать. Здесь тоже, то есть, вся философия после Сократа будет говорить в своей метафизической части существует реальный мир и этот реальный мир не этот мир и в реальный мир мы должны попасть. Почему? Нет, 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 это метафизика. И христианство будет говорить то же самое, там по ту сторону существует реальный мир, где есть только бытие, там нет становления. Там живут вечно, там не стареют, там не болеют, там не умирают, там не рождаются. Вот там в мире идей, там только бытие, там нет становления, потому что идея блага всегда благая и неизменимая. Идея справедливости всегда справедлива и неизменна и так далее, и так далее, и так далее. И мы постигаем настоящий мир, не когда мы постигаем этот мир, а когда мы постигаем мир идей. И мы живем не в этом мире И должны жить не в этом мире, а в мире идей Только тогда мы по-настоящему живем Потому что только тогда мы входим в бытие Супротив становлению То есть у нас получается Существует два мира В одном только бытие, в одном только бытие Да, потому что все очень просто В этом мире нет бытия Потому что в нем есть столько становлений Покажите мне вещь, которая не изменяется со временем Я не говорю Что? Я не говорю Вопрос в количестве времени Хорошо Клянусь Зевсом Заметьте, не просто ни одно и то же А клянусь Зевсом ни одно и то же То есть Продик тоже убежден Что бытие и становление Это разные вещи, но только вопрос Решающий вопрос Понял ли Продик, что это шутка? Если Продик понял, то это клятва Это издевка, дополнительная издевка Если Продик не понял, то Продик конечно не божественный Почему? Не божественный Будет ответ понял или нет, конечно Не выразил ли в первых стихах сам Симонит Ленинни, что должен человеку стать поистине хорошим? Ты прав, сказал Продик А Петак он порицает не за такое же высказание, как думает Продик, а за другое Ведь Петак сказал, что трудно не стать добрым, а быть им Заметьте, Сократ подчеркивает, что это разные слова Да? Ислос и агафос А быть им А это протокол не одно и то же, как подтверждает и Продик Поскольку бытье стать не одно и то же, Симонит не противоречит сам себе И может быть Продик сказал бы И вместе с ним многие другие, что согласны Гесиоду, хотя этому настолько хорошим Подождите И может быть Продик сказал бы И вместе с ним многие другие Не только Продик поддержит меня в этой шутке, но и многие другие И шутка, естественно, из Гесиода Итак? Ведь добродители от нас отделили бессмертные боги тягостным потом Но если кто достигнет вершины, легкая и ровная станет дорога тяжкой прежде Остановитесь Откуда это? Гесиод, труды и дни Правильно? Естественно, опять же, это красивая ссылка Если вы откроете труды и дни, вы узнаете, что эта поэма написана дураку Брату Гесиода Иными словами Эти все моральные байки обращены к дураку Который не хочет жить, как подобает дураку То есть веря в то, что труд вознаграждается Что справедливость – это хорошо, а не справедливость – плохо И так далее И Продик это знает И, может быть, Продик сказал бы Потому что Продик читал Гесиода и знает, что поэма Гесиода обращена к дураку Дорога приобретения добродителя Продик, выслушав это похваление Все, теперь вы знаете, что Продик понял Продик божественный Да, Продик божественный Протагор же сказал Заметьте Угадайте, кто выступает на стороне становления В этой замечательной игре На стороне становления выступает Гераклит Помните самое известное вам Известное всем выражение Гераклита По поводу становления Нельзя войти в одну и ту же реку Дважды реку Поняли шутку про реку? Шутка простая Скамандер Это речной бог Тесним Ахивом Призывает другого речного бога Бога Симуэнта Помочь ему победить Ахива Хорошо В твоей поправке Сократ Еще больше погрешностей Чем в том, что ты хочешь Ею исправить Плохо, как видно Мое дело Продогор И я, как потешный лекарь Врачу и только Сурубляю Да Если в речи Сократа Есть противоречия Значит, как и в речи Симонид Тогда получается, что Сократ, как и Симонид Не говорит ничего Но мы помним, что это ирония А значит, она и не должна Ничего говорить Она должна тянуть время Да, так оно и есть Но почему же, однако? Велико было невежество поэта Если бы он объявил таким пустяком Приобретение добродетели Дело самое трудное Как признается всеми людьми А я сказал Клянусь Достаточно Трактовка Сократа ошибочна Иначе получается, что добродетель Дешево Доступно всем А значит За нее незачем платить Кто выдвигает И тогда, соответственно, Продогор не нужен И учение Продогора тоже особо не нужно Кто выдвигает такую точку зрения Что знание и добродетель Являются самой доступной вещью на свете Евтидем и его брат Дианисадор Они говорят знание Как воздух Надо читать Евтидема для этого Чтобы понять, что Евтидем и Дианисадор Хотя и продают воздух Но продают его настолько успешно Что даже Сократ хочет его немножко купить И просит Клитона Дай мне денег Мы пойдем учиться К Евтидему и Дианисадору Я думаю, мы не будем исследовать Исследовать поэзию Потому что Вам стоит самостоятельно вернуться назад Прочесть все эти строчки И немножко подумать над ними Потому что Станет понятным Ведь добродетель отделили от нас Бессмертные боги Тягостным потом Являются ли боги добродетельными? Если да То добродетель для них доступна По щелчку пальцев Единственные, кто они должны Работать ради добродетель Для того, чтобы быть добродетельными Это боги Но если боги не добродетельны Как они могут сделать добродетельными Каких, кого-либо еще Но они Кому? Кому? Кто? Кто? Гераклу Но Геракл уже не бог Это раз Во-вторых, помните, что Это точка зрения ксенофонда И продика Слышь продика То есть не ксенофонт ее высказывает А продику ксенофонда И наконец-то Помните, самое важное Кто и добродетель Или порочность С богами Порочность Боги не могут даровать Людям добродетель Да Если боги не обладают С точки зрения Сократа Если вы чем-то не обладаете Значит вы не можете Научить этому другому Клинузиасам, кстати Получился продик При наших рассуждениях Случился продик При наших рассуждениях Мудрость продика Протагора Есть, пожалуй Ничто и треблебожественное Пошла ли она От симонида Или от еще более Древних времен А ты опытный Во многом другом К ней оказываешься Неопытным Не то, что я А у меня Именно в ней Есть опыт Так как я ученик Этого самого продика Самого продика Этого самого продика Заметьте Сократ признается Что он прямо здесь И сейчас Что он офигеть Божественного продика Мне кажется Ты сейчас не понимаешь Что слово трудно Симонида Симонида Возможно берет Не в том значении В каком берешь Вот теперь Сократ клянется Зевсом Показывая нам Что время Закончено Что он уже потянул Достаточно И теперь можно Перейти к действительной Проблеме То есть у него Хватило Наконец-таки Ума Перейти к настоящей Настоящей теме Не бытие Становление А нечто Совещенное Другое Что слово трудно Симонит Возможно берет Не в том значении Как он берешь Его ты Это вроде того Как по поводу Слово страшный Тот же самый Продик делает Мне внушение Всякий раз Когда я Хваляю тебя Или кого другого Дворю например Протагор Человек страшный Как и по-гречески Так и по-русски Это отлично отражается Тут продик спрашивает Меня обычно Не стыдно ли мне Называть хорошей Страшной Да Позднее Запомните это Сократ прямо Скажет О существовании Хороших Страхов И тем самым Определ методика Который говорит Прямо Хорошее Не может быть Страшным Не может быть Хороших страхов В самом конце Когда Сократ Будет убеждать Протагора О том Что мужество И мудрость Это одно и то же Он скажет Существуют Плохие страхи И хорошие страхи Потому что Страшное Говорит он Это дурное Никто ведь не говорит Страшное богатство Страшное перемирие Страшное здоровье Но говорят О страшной болезни Войне Бедности Так как страшное Это зло Вот может быть И по словам Трудно Киосцы И симони Тоже подозревают Либо зло Либо что-нибудь Другое Тебе непонятно Киосцы Это конечно же Продик Продик киоский Поэтому спросим От того же самого То никто не будет учиться Протагор Учащий молодежь Что симонит Не прав Учит Что плохо Быть добрым Указывая на то Что хорошо Быть плохим Но Сократом Это учение Не проходит Сократ Его не принимает Приводя его К противоречию Еще раз За это Продик За это Продик Полицает Симонит Питака Который сказал Что трудно Быть добрым Это все равно Как услышать От Питака Что трудно Быть добрым Трудно Быть добрым То есть Плохо Быть хорошим А что же Еще сказал Продик Как не это Разумел Потом Симонит Броня Питака Тот не умел Правильно Различать слова Как Лесбосец Лесбосец Воспитанный Наварварском Наречии Заметьте Что делает Продик Продик говорит Симонит Мне не брат Продик Киотский А Симонит Лесбосец Да еще не просто Лесбосец А Лесбосец Воспитанный Наварварском Наречии Слышишь Протагору Что говорит Продик Можешь Что-нибудь На это возразить Ну Это далеко Не так Продик Сказал Протагор Протагор Не согласен С Продиком Но он Не не согласен С Сократом Я отлично знаю Что Симонит Трудно называл Как и все мы Не дурное А то Что нелегко Дается Лишь после Больших усилий И дает Нет А то Что нелегко И дается После больших усилий Лишь после Больших усилий Да Протагор Говорит Ты в своей Грамматике Запутался Трудное Это неплохое Трудное Это то Чему надо Прилагать усилия Скажите Надо ли Прилагать усилия К плохому Мне кажется Часто нет Да ведь и я Думаю Протагор Сказал я Что Симонит Так понимает Ты Продику Это известно Он шутит И по-видимому Хочет убедиться Способен ли ты Отстоять Своему мнению Итак Вот теперь Ирония Заканчивается Продик Шутит Почему Потому что Протагор победил Вот привел Продика Указал на ошибку Продика И чтобы спастись От указания На ошибку Сократ Продик Шутил Это не настоящее Все что вы говорите С иронией Не может быть Уживым И следовательно Не может быть Ошибочным Этот прием Это ровно тот прием Который Сократ В конце предложит Продогору Скажи нам Что все это время Ты меня проверял И шутил И все закончится Но Продогор И город Едины Ни Продогор Ни город Не принимают иронии Они не понимают Они и не понимают И не принимают Когда у Сократа Долгать ему напрямую Повторить то же самое Что он сейчас делает С Продиком То есть сказать Что все это Была шутка Расходимся Почему? Потому что тогда Получится Что Продогор Не говорил Все это время Ничего Для Сократа Нет никаких проблем Для Продогора Есть огромное Он тщеславен Тщеславный человек Не может быть Пустословым И получится Что его обсмеяли Нет Получится Что он Все это время Что он Всеми смеялся Сам То есть Он все это время Иронизировал Издевался Над Сократом Приводя Не ту точку зрения Которую он считает Истинной А никакую Точку зрения Как Сократ Здесь и сейчас Изделяя Бытие и становление Продогор Не может Этого сделать Он не пустослов Он тщеславен Сократ может Но мы видим Что он только и делает Что болтает Вполне себе Пустослов А что Симонит Он считает Трудное дурным Самое сильное Доказательство Возречения Которое прямо Затем следует Ведь он говорит Что Богу Лишь одному Этот дар Дан этот дар Этот дар То есть Добродетель Да Быть добродетельным Этот дар Только Принадлежит Только Богам Продогор Смог бы Опровернуть Продика Не логически А просто Приведя Следующую строчку Из поэта Но Продогор Этого не сделал И следовательно Продогор Не знает Этой строчки И следовательно Продогор Не знает Поэзию И следовательно Когда Продогор Говорит Минимально Образованный Человек Знает Гесиода И Симонида Оказывается Что тот Кто его не знает Это сам Продогор У Продогора Не получаются Длинные речи У Продогора Не получается Элбулия У Продогора Не получается Анализ поэзии Потому что он Плохо знает поэзию У Продогора Не получается Ничего Но тут Возникает проблема Что говорит Симонид Симонид говорит Что быть Добродетельным Легко Помните Стать Добродетельным Трудно Быть легко А Гесиот Говорит Что быть Добродетельными могут только боги. А для людей она, добродетельно, тяжела и плоха. И только для богов она хороша и легка. То есть даже тот анализ поэзии, который предлагает Сократ, на самом деле является ошибочным или противоречащим самому себе. Именно поэтому анализ поэзии не является удовлетворительным. Можно вывести всю штуку. А ведь если бы он считал, что дурно быть хорошим, то не стал бы говорить, что там лишь богу это дано. Не стал бы ему одному уделять этот дар. Тогда Продику пришлось бы признать, что Симонит какой-то наглец. Симонит неумеренный. Как неумеренный? Какой неумеренный человек, а вовсе? Некий осец. Заметьте, Продик только что это и сделал. Но каков, по-моему, смысл этой песни, Симонита, я охотно тебе скажу, если ты хочешь проверить, хорошо ли я, как ты выражаешься, разбираешься в поэзии. Это повтор 331С. Помните, Сократ там запрещает Протагору это выражение, если хочешь, пользоваться выражением, если ты хочешь, если тебе угодно. Что делает Сократ? Только что сам пользуется им, то есть нарушает тот запрет, который установил для Протагора. Ну, каков, по-моему, смысл этой песни, Симонита, я охотно тебе скажу, если ты хочешь проверить, хорошо ли я, как ты выражаешься, разбираешься в поэзии. А хочешь, я наоборот послушаю тебя. Протагор на эти слова моду. Пожалуйста, скажи, Сократ. Продик и Гиппи тоже очень настаивали, да и все остальные. Все, Протагор сдал даже поэзию. Заметьте, для того, чтобы сдать длинную речь, Сократу пришлось сделать две попытки. Сначала попытаться объединить умеренность и справедливость. Нет, прошу прощения, справедливость и благочестие. А потом попытаться объединить умеренность и мудрость. И только за второй попытки ему удалось заставить Протагора замолчать. Причем с помощью стыда. В длинных речах Протагор все-таки мастак. Но в поэзии не мастак вообще. Посмотрите, хватило полутора страниц, двух страниц, чтобы заставить Протагора замолчать и сдаться. Он больше не хочет задавать их вопросы Но главное, что это, конечно же, понравилось всем Потому что все любят поэзи Хорошо, давайте, если у вас нет вопросов Мы снова остановимся, прервемся Да, конечно Если нужно стремиться в мир идей Где не становящиеся обытия Почему пожилые люди хотят прожить подольше? Хороший пример не из нашей современности А из Платона Помните Кефала, старика Кефала Которому Сократ задает вопрос Как тебе на старости так? Помните, чем обеспокоен Кефал в своей жизни? В старости Он обеспокоен справедливостью Не обидел ли он кого из людей или богов? Под старость хотят пожить подольше Но под старость становятся набожными Потому что знают, что в бытийный мир можно попасть Если ты только был хорошим То есть просто вечно с какими-то другими были? Да, нет, то есть, конечно, Кефал хочет пожить еще подольше Но для того, чтобы совершить побольше справедливости Да, 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 да Покаяться, так сказать Но вообще, естественно, нет Никто не хочет умирать В этом смысле, помните, что философия и есть Искусство умирать Конечно